Друзья, я думаю, что мы можем начинать. И оставлять знаки внимания, так же, как и этому видео. Мы будем с Димой очень-очень благодарны. Друзья и Дим, я вот, ей-богу, хотела начать с более лайтовых новостей, но, к сожалению, наша повестка, она неумолима, она катится волной. И буквально только что стало известно, что американское командование сообщило о столкновении российского Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. То есть, еще раз, столкновение российского Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. Речь идет о международных водах, но все же, насколько я успела почитать, ситуация была какая. Летели два российских самолета Су-27, также американские беспилотники, которые, как обычно, вели свои разведательные мероприятия. И, как по сообщениям американской стороны, они заявили, что российские самолеты их провоцировали. Российский самолет подлетел вблизи к американскому беспилотнику, слил топливо, что делает такой акцент американские эксперты, слил топливо и, значит, произвел столкновение с американским беспилотником. Вот такая история. Я просто, знаешь, Дим, вот наблюдая за всем этим уже вот очень долго времени, складывается впечатление, что Россия уже долгое время, и особенно во время полномасштабной войны России против Украины, вот пробует вот и Америку, и в том числе НАТО на слабо. Мы можем вспомнить различные истории с ракетами, которые падали, где там они падали, то в Польше, то в Молдове. Ну, ладно, Молдова, да, не страна-член НАТО, но там Польша. И реакция была, ну, мягко говоря, нейтральной и довольно-таки мягкой. Сейчас, что мы видим, уже есть сообщения от Белого дома, которые сказали, что вот мы проинформировали президента Байдена и пообщаемся по этому поводу с Кремлем. Вот как ты можешь расценить вот такие первоначальные, да, сообщения, реакцию Белого дома на, грубо говоря, сбитие их беспилотника в нейтральных водах российским самолетом? Значит, мне ничего не известно об этом беспилотнике. Это важно для меня понимать. Я не понимаю ни какой он модели, ни что действительно там произошло. Потому что, как я тебя понял сейчас, есть две позиции. То ли он сбил, то ли пришлось американцам после того, когда тот выпустил топливо, а что-то с ним произошло, его затопить. То есть мы не знаем, что на самом деле сейчас там произошло, потому это новое обводное. Но действия Российской Федерации, они в этом смысле очень системные. Они добиваются места для разговора. Знаете, русские для себя видят Российская Федерация, что если они будут говорить относительно на равных с Америкой и с Китаем, значит, они сидят за большим столом. То есть такая большая, могучая страна, которая может что-то влиять. Они хотят многополярного мира. То есть есть Китай, которым уже нельзя не считать, уже двополярного не будет. То есть Китай, есть Америка, есть Европа, которую мы поняли так и не стала сверхгосударством, потому что его сверхгосударственность стояла на дешевых энергоресурсах из России и дешевые рабочие силы из Китая. То есть их как бы не очень воспринимают, они очень как-то такие, очень зыбкие. И возможно, понимание России, может быть, Евросоюза развалится. Но Россия добивается коммуникации, вот как это было во времена Холодной войны. Вот давайте говорить о судьбах мира. Вот мы важные пацаны. Мы сядем и будем эти судьбы мира. Соответственно, чем больше вот таких вот моментов происходит, тем больше мы придвигаемся, весь мир подвигается к какому-то формату действий. Или это будет продолжение войны для того, чтобы окончательно Россия здесь сломалась и даже не пыталась психологически как-то пытаться дискутировать со штатами. Да, или новый какой-то, значит, будет договор про раздел мира и зон влияния, как это было в предыдущем столетии. Как это сложится? Да, в последнее время появились новые вводные. Европейское командование ВВС США заявило, что дрон, их дрон, потерпел крушение из-за безрассудных, я цитирую, безрассудных и некомпетентных действий экипажа российского самолета Су-27 в международных вводах. Значит, по данным американцев, два российских самолета Су-27 совершили перехват дрона. Один из них ударил по винту этого самого дрона. В командование добавили, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве. Цитирую, агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации. Вот очень хорошая тема эскалации. Ты знаешь, Америка, когда вынуждена реагировать на подобные провокации со стороны России, тут два момента, которые им, как по мне, нужно придерживаться. Первое, не допустить той самой эскалации с Российской Федерацией и в то же время, Дим, не упасть лицом в грязь, понимаешь? Я бы сказал другую историю. Смотри, я бы сказал другую историю. Есть выборы в США, которые сейчас определяют повестку дня. Вот тут пролетали китайские эти зонды над Штатами, и Трампа критиковали, что он не сбивает. Тут вот беспилотник, который купленный за деньги налогоплательщиков, был сбит российским отвратительным, значит, летчиком. Что ты, Байден, что ты никак не ответишь? То есть ты никак не ответишь, да? Это вот такой вопрос внутренней политики в преддверии выбора. Ну, игра на свой вопрос, да. Да, этой эскалации будет очень много, но если кто-то думает, что именно это может стать поводом для мировой войны, то нет, нужно вспомнить, какими стомали поводы для войны двух предыдущих. Одна – это убийство Франца Фердинанда в городе Сараево, Первая мировая война. Вторая – это амбиции нацистской Германии, которая инсценировала нападение поляков на свою радиостанцию. И, в общем, это стало поводом для нападения дальше на Польшу, хотя все было обсуждено даже с советами заранее. Потому что все эти истории – это вопрос весь за стол переговоров. Ну, типа, мы будем вас провоцировать и дальше, вы нам не ответите, вы нам не ответите. И так даже не ответить. И после этого не ответить. Ну, такой, типа, семейный абьюз получается. Потому что они будут это дальше делать, они знают, что они делают. Какой будет ответ Байдена? Да никакой сейчас ответ Байдена не будет, давайте по-честному скажем. Военного ответа Байдена не будет. Санкциями они и так потихонечку душат Россию, чтобы она потихонечку умирала. Это к этому, ну, как бы, они к этому крутят эту всю историю, что зверь должен умереть не сразу, а потихоньку. Так складывалось всегда в мировой политике. Маленькие какие-то такие моменты, их будет больше. И чем ближе выборы президента, тем таких историй будет больше эскалационных. Да, скажи мне, пожалуйста, Дим, а не той же самой политике придерживается Китай по отношению к американцам? Тоже вот эта политика ослабления, даже за счет войны России против Украины, вот этой поддержкой США в сторону Украины. Ослабление экономического США, вот, может быть, ты слышал, да, вот эту волну? Китай – заложник. Смотри, я не соглашусь, я считаю, что Китай – заложник этой ситуации. И, несмотря на то, что они понимали, что происходит, они понимали, что… Они рассчитывали на то, что война, по мнению русских, продлится три дня, и все на этом установится. Сейчас Китай буквально заложник этой ситуации. Значит, у них есть крупный союзник в виде России, очень много денег китайских в Белоруссии, и очень много денег в Африке, где тоже бегают ЧВК «Вагнер» и все остальное. Если сейчас Китай не поддержит Россию, и как бы Россия рухнет само собой, понятно, на поле боя и дальше, скорее всего, политически, Китай получит огромную нестабильность на своих границах, Китай получит провал своего союзника, возможно, огромные потоки мигрантов и прочие процессы, которые он не будет контролировать, потому что через Россию идет огромнейший поток, в том числе и денег, и дальше в сторону Европы, и через союзников в Россию, и через Азию. Это огромный дисбаланс и огромная нестабильность во всем регионе, на целом континенте, на самом большом континенте. И что тут делать? Ну, типа, если Россия вольнется – все. А если ты поддержишь Россию, ну, вот китайские компании, получится история, что ты попадешь под санкции, и твой бешеный колоссальный экономический рост, который сейчас вышел вновь, да, они дают огромнейшие проценты роста ВВП, сейчас прогнозируемый реальный уровень, он может просто остановиться, просто остановиться, и у тебя есть друзей, как и у Путина, окажется только, ну, там, типа, Иран, и, ну, вот Индия еще будет, ну, более привычная, да, страна, которая… Все, и они заложники в этом все. Америка в этом… Вот сейчас Америка может ввязаться в еще один конфликт, как они себе это представляют, типа, афганский, или, типа, ну, вот, афганский, наверное, самый такой, ну, там, может быть, Ирак. И, типа, она ослабнет? Да не ослабнет она. Она, наоборот, сейчас… Америка активно укрепляется сейчас. Смотри, Америка предлагает… Я на этом остановлюсь. Америка предлагает Германии перенести свои заводы по производству оружия на территорию США. Это что значит? Это жиженый газ, который там тоже пишут сейчас, ну, эксперты лучше это понимают, что там заканчиваются месторождения, не так активно, все остальное. Но жиженый газ из Европы двигается… Из Америки двигается в Европу. Это же колоссальные деньги. Ну, и весь другой, если просто разбирать, это можно прочитать отдельную международную лекцию, просто регионами взять. Китай – заложник в этом все. И он будет сейчас стараться хоть как-то тормознуть и договориться, но… Сейчас мы с тобой к Китаю еще, конечно, вернемся. По поводу, конечно, оружия, да, и перемещения производства германского в Америку. Это очень крайне интересная тема. Даже не будем с тобой останавливаться, сколько за последний год полномасштабной войны России против Украины. Лоббисты ВПК американского – это тоже денежек себе позаработали. Там финансы, мы думаем… Дим, с тобой, к сожалению, наверное, или к счастью, не знаю, не видели. Европа стоит на процессе… Смотри, я скажу такой тезис. Европа стоит перед огромным шухером, перед возможным огромным континентальным коллапсом. В чем это связано? Европа активна с момента формирования единого экономического пространства и потом политического объединения в виде Европейского Союза. Не претерпевала таких кризисов после попыток введения единой конституции. Когда рванула эта вся история, не получилась единой конституции, они поняли, что они объединиться не смогут. Даже кризис выхода Британии, иммигрантский кризис, не был таким страшным сейчас. Что сказал Боррель? Боррель сказал, что благосостояние Европы держится на двух китах. Первое – дешевые энергоресурсы из России. Вот эти все химические заводы. Вот это вот вся история. Дешевые энергоресурсы, дешевый газ для населения, дешевый газ для промышленности. И эти прекрасные европейцы могут жить там за полторы-две тысячи евро в месяц и еще и путешествовать куда. Вторая составляющая – это дешевые товары и рабочая сила в Китае. Когда было все очень дешево, когда дешевые кроссовки приезжали на утлеты, все было прекрасно. Но теперь и Китай стал богаче. И там уже не настолько это дешево. Европе грозит деиндустриализация, то есть переезд заводов в другие страны, в Америку или в Индию, или в Пакистан, или куда-то на Ближний Восток. То есть выезд их из Европы, потому что это очень дорого там что-то производить теперь, это рост безработицы. Соответственно, за безработицу это крах экономических, там, социальных стандартов. Вот что ждет Европу сейчас. Почему ее даже никто уже не воспринимает как серьезного игрока, как единую. Что вот, ну, типа, мы, может быть, если так дальше будет продолжаться, можем застать развал Европейского Союза. Что отдельно эти страны поймут, что они в отдельности могут лучше существовать экономически, чем все вместе. Но это как сценарий. Да, да, Британию, да, мы не списываем в этом формате со счетов, потому что я бы хотела акцентировать внимание, что такое ощущение, что сейчас уже многие игроки ставят ставку не на НАТО, а на, ну, довольно-таки новый, сформированный оборонительный военный союз, AUKUS. Да, это США, Великобритания и Австралия. На этом остановиться не будем, но вот интересно еще вернуться к НАТО и вот сегодняшней ситуации со сбитием американского беспилотника российским самолетом Су-27. Я просто вспоминаю, когда Байден после того, как приезжал в Киев, встречался с нашим президентом, потом у него было мероприятие, скажем так, в Польше, где он выступал, да, уже, возможно, со своей вот предвыборной агитационной кампанией. Значит, и он там восхвалял НАТО, что вот именно его, под его руководством Белый дом смог не только, скажем так, объединить вот всех членов Альянса в одно целое, скажем так, по идеологии в том числе, но и усилить НАТО, как никогда. И тут на фоне этих заявлений, знаешь, вот мы видим эти провокации со стороны Российской Федерации, вот как мы с тобой определили, да, когда Россия пробует на слабо этот же Альянс. Я просто наблюдаю сейчас немножко за внутренней повесткой американской. И вот там уже, да, начинается предвыборная агитационная кампания. Байден с одной стороны, с другой стороны, значит, республиканцы, десанты с губернатором Флориды и тот же Трамп, да, которого тоже еще не списывают со счетов. И они выступают очень жестко по поводу усиления и продолжения, скажем так, помощи Украине. По поводу внутренних историй американских, та же инфляция. Ты слышал, что два банка потерпели крушение, скажем так, банкротства в США, что может усилить инфляцию, бьет по пенсионному фонду, по страховым компаниям, что не может не отобразиться на жизни, скажем так, обычного гражданина США. И вот это все расшатывается сейчас с республиканцами, вот так вот подается. А тут еще, да, и вот такое поведение НАТО и Белого дома, да, вот, которые не демонстрируют, скажем так, свою силу. Вот потому я говорила, что вот в таком нелицеприятном положении находится Байден, когда не хочет эскалации с Россией и в то же время должен постоянно доказывать, что НАТО сильно, что Белый дом силен, что он не прогибается и тому подобные вещи. Слушай, ну, все ты верно говоришь, даже могу только каким-то моментом подчеркнуть, что мы говорим о том, что начинается внутриполитический процесс в Америке, и, соответственно, сейчас то, что будет делать дедушка Байден, оно будет продиктовано тем, что нужно переизбраться на второй срок. То есть, мы входим в избирательную кампанию, эта риторика будет красна какими-то заявлениями, мы еще не знаем, какой она будет, потому что пока что она как будто бы не очень началась. Вопрос, что это будет, больше акцент на международную политику или это будет все-таки акцент теперь на внутреннюю политику, что там произошло, потому что Байден застал коронавирус, война огромная в Европе и сейчас экономический кризис, что вы понимали, там сейчас его сравнивают с возможным повторением Великой депрессии и большого экономического кризиса и, соответственно, тоже как бы не очень радостная история. Потому это все будет связано именно с этим. Как это будет влиять на нас? Я думаю, что мы должны готовиться к тому, что в какой-то момент денег станет меньше. И я думаю, украинские власти это хорошо понимают, я имею в виду, говорю, для нашей страны, это все очень хорошо понимают. Где-то начинают чуть больше повышать налоги, где-то начинают готовить контрнаступление, чтобы как можно больше, если вдруг, ну, вдруг рычаг перемкнет. Проблема это в том, что это коснется и обычного гражданина. Потому что сейчас украинскую армию все-таки в большей части снабжение оплачивается из украинских налогов, а не с иностранной помощи. Там есть прямая военная помощь, но большая часть это идет на поддержание платежного баланса и всего остального. Нам тоже нужно понимать, что в какой-то момент кран живой воды, аквавита, как в украинском море, вышла аквавита, он может вдруг остановиться или быть намного меньше. Соответственно, нам нужно будет готовым, быть готовыми мобилизовать больше своих ресурсов, больше финансов собственных и прочее. То есть, возможно, дополнительные налоги военные, ну и тому подобные вещи. Это то, что нас ждет. Не обязательно это случится. Может быть... Прошу прощения. Какая прелесть. Да. Может быть, этого не случится, и эта финансовая помощь будет продолжаться, но в обозримом будущем мы должны быть готовыми, что эта финансовая помощь, она же не бесконечная. И, ну хорошо, Байден выиграет сейчас, но если вдруг все-таки экономический кризис случится, да, это тоже нужно учитывать, что могут быть финансовые проблемы внутри этой страны и, соответственно, нет столько свободных денег. Может Байден проиграть? Может. Да, ну то есть все может случиться и, соответственно, тоже к этому быть готовым. Я думаю, что наше правительство к этому готовится, анализирует, размышляет, строит финмодели, там неплохие сейчас сидят советники-аналитики, которые все понимают. Поэтому готовимся и сами просто морально готовимся к этому, что может быть ситуация чуть сложнее, чем была. Да, Дим, сейчас мы с тобой уже будем плавно переходить к более-менее там внутренней повестке, но все же не могу спросить, коли мы затронули с тобой тему Китая, ты знаешь, что в ряде СМИ появилась информация, она пока еще не подтверждена официально ни китайской, ни российской, ни украинской стороной, что первое, СИ собирается посетить, Си Цзиньпинь, да, собирается посетить Москву, встретиться с Путиным, далее сообщают наши коллеги-журналисты, что СИ может созвониться в онлайн-формате с Зеленским, и также сегодня стало известно, что Дмитрий Кулеба передал на подпись президенту и на его одобрение посла в Китай. Вот такая история. И что еще занятно, на что я обратила внимание, что Белый дом сегодня тоже не остался безмолвным по поводу всех этих историй и сказал, что вот мы сами долгое время мотивировали Син Цзиньпиня, чтобы он связался все-таки с Зеленским, с ним обсудил, да, вопросы, связанные с Российско-Украинской войной, и сам убедился, что там, мол, нужна помощь в решении данной проблемы. Вот. Как ты видишь вообще всю эту конфигурацию, да, не зря ли мы почему-то только сейчас назначаем посла в Китай? Хороший ли это предвестник? Ну, слушай, я попытаюсь тебе сейчас максимально ответить в этом смысле в общих чертах, потому что сложно окончательно ответить, что будет на самом деле. Вот просто, как когда-то сказал министр обороны, хотелось бы быть Вангой, которая сейчас может наванговать, что именно будет. Да, мы видим какие-то подвижки, да, мы понимаем, что поездка дедушки Си в Россию несет нам два момента. Первый, это сближение России и Китая, вплоть до начинания финансирования и помощи ее промышленности, а значит увеличение количества произведенных ракет, которые будут бомбить Украину, проблема. Огромная проблема. С другой стороны, для нас возможны какие-то пути восстановления отношений, да, или возможно будет предложена какая-то формула, при которой восстановление отношений между Украиной и Китаем, добрососедские, ну прям, эти добрые, где Китай начнет вставать в сторону Украины и давить на Россию, чтобы та ну как бы отходила назад, все, типа, все, не получилось, пора выходить, ну типа, все, уже не вышло, да, ну надо выходить из драки вам, ребят. Это риски. Может ли это как-то повлиять посол или нет? Знаешь, я иногда вот так вот достаю из шкафа свой диплом Тимо международного аналитика и про дипломатические отношения и все остальное на это все смотрю, но это все-таки все очень старое, потому что современная дипломатия и современные институции международного права практически не срабатывают. Работают личности, международные институции, такие как ООН и разные арбитражи, даже Россия заявляет, мы там не признаем юрисдикцию того, не признаем юрисдикцию того. Мы немножко скатились в предысторию, пред Первой мировой войны и пред Второй мировой войны, когда, ну, Первой мировой войны вообще ничего нет, прости, Первой ничего, Второй мировой войны, когда Лига наций была уже слаба, когда международное право не сформулировалось окончательно, когда страны начали класть на это международное право. И здесь вопрос только один, сможет ли, значит, какую позицию занимает Си Цзиньпинь, и если он занимает позицию миротворческую, какие будут условия этого мира и насколько активно он их попытается вводить? Имеет он влияние на Россию? прощения, что я переживаю, но мне кажется, что Си уже сформулировал свою позицию, ее представила общественности международной, когда заявил, что огонь должен прекратиться здесь и сейчас, то есть на текущих условиях. А текущие условия сейчас, к сожалению, такие, что Россия оккупировала 20% нашей территории. Понимаешь, в чем дело? То есть там о возобновлении территории... И это, кстати, очень хорошая заметка твоя, то, что ты сказала, отлично. Почему? Потому что мы не видим, что Россия огромные силы бросает за того, чтобы захватить Бахмут. Очень огромные силы. Именно Бахмут. И вот это интересно, почему? Потому что мы говорим о том, что Украина пытается поторопиться, пока деньги есть, на контрнаступление. И это тоже такое, знаешь, накинуть сценарий. А может быть, действительно, сейчас Си приедет, скажет Путину, чтобы тот останавливался, и они, понимая, что это произойдет, пытаются захватить какие-то символические вещи, такие как, ну, твердыни, такие как Бахмут. Может быть, но пока еще мне не видится ни одного из сценариев, где бы хоть кто-то из действующих мира сего мог сказать, так, все, останавливаемся. Не вижу. Единственное, кто может забрать вещи и уйти от России, она не будет уходить. Это сказки, что они сейчас развернутся и уйдут, остановятся. Они не будут уходить. Может ли Китай на это так сильно повлиять? Я не верю. Я не верю, что Китай может повлиять на то, чтобы Россия ушла. И на нас он тоже не повлияет. Вон Эрдоган, посмотрите, пытался, пытался, и сейчас он уже на шесть или на семь пунктов проигрывает оппозиции. Сейчас не факт, что Эрдоган переизберется, и там не будет совсем другой истории. Да, смотри, значит, по поводу Синзенпиня, вот ему же удалось буквально на днях посадить за стол переговоров Саудовскую Аравию и Иран, которые, да, за долгое время вот они пытались как-то наладить дипломатию, да, встречались и там, и там, в Ираке, по-моему, в 2020-2021 годах, ничего не получалось, а тут Си их усадил, и они подписали некоторые мирные, скажем так, договоренности, возобновили свои дипломатические и, возможно, экономические отношения. Значит, это вряд ли, да, Дим, могло понравиться Соединенным Штатам, которые теряют, по сути, свою некоторую политическую инициативу в Азии, а то Си уже, скажем так, политически оккупируют данную территорию. Позволит ли США взять инициативу Пекину в российско-украинском вопросе, поскольку долгое время, будем откровенны, Белый дом, привет, Белый дом, ну, нас спонсирует. Есть разноплановая информация, ты ее тоже озвучила по поводу того, что Америка не возражает, чтобы Китай как-то переговорил с украинской стороной, возможно, как-то подтолкнул нас к чему? К уступкам территории. Я этот вопрос потом верну. Значит, что касается Ирана и Саудовской Аравии, ну, значит, давайте не будем путать две истории, да, потому как, да, у них были конфликты, да, они там между собой конфликтовали, но не было полномасштабного вторгнания, как так скажу, да, то есть это страна региона, да, Китай заинтересован, чтобы регион с энергетическими ресурсами, которые кормят его то ли на 50, то ли на 60 процентов, ну, собственно, извини, я могу здесь ошибиться в цифрах, но порядок где-то понятен такой, то они хотят, чтобы было спокойно и как бы энергоресурсы шли, да, а не взрывались, значит, нефтепроводы или была война, потому да, а с Украиной заинтересованность Китая тут тоже вопросы, знаешь, достаточно большие, да, то есть, чего они здесь видят и как бы они хотели, я думаю, что заинтересованность Китая была бы в послевоенной восстановлении, потому что нужно эти регионы восстанавливать и кто-то будет кредитовать, и вот можно всегда было выбирать деньги, да, можно было брать деньги европейские, американские или можно было брать китайские, потому нужно, тут Беларусь взяла китайские деньги, они же такие же доллары, как и везде, то есть, такое же золото, как и везде, просто, ну, типа, последствия и политическое влияние совсем другое, потому, может ли быть такое, может ли быть такое, вопрос, ну, просто, слушай, реально, я вот, ну, можно фантазировать, размышлять, но я не знаю, я могу сказать, типа, что американцы нас финансируют, да, они заинтересованы в нашей войне, под вопросом, под вопросом. И тогда по внутренней тематике, вот, я уже обозначила, что сегодня появилась информация, что Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, дал на одобрение нашему президенту кандидата в посольство, значит, Китая. Мы еще не знаем, кстати, кто, насколько я понимаю, пока не надо. Еще имя не, значит, не объявили, но факт уже есть, да, то есть, есть уже этот кандидат, его одобрил МИД, Украины и ждет одобрения нашего президента. Очень многие, да, задавались вопросом, почему так долго мы не назначали посла Украины в Китае, и вот почему именно сейчас, да, вот мы его назначили. Как ты думаешь, вот почему столько времени у нас не было своего посла с таким стратегически важным Ладно, честно, я понимаю, формат интервью подразумевает, что я должен все знать. Я, кстати, тебе отречу здесь. Нет, просто интересно мнение. Не знаю. Да, Дима. Вот не знаю. Нет, у меня, правда, нет по этому поводу мнения. Я не знаю, почему мы так долго не назначали посла в Китай, с чем это было связано, с кадровым голодом, о котором заявил сегодня господин Кулеба, или это был сигнал китайской стороне, ну так странно, да, мы же знали, что Китай влияет, чего тогда не назначать. Или не было достойной кандидатуры, которую могли бы согласовать, это не кандидатура сексолога в Болгарию. Ну, то есть, я, честно говоря, могу свести все в одну историю. Мне кажется, это не мнение, это мне кажется, огромный кадровый голод. Ну, раз уже в Болгарию отправили сексолога без образования дипломатического, насколько я помню, без опыта дипломатического, я думаю, что огромный кадровый голод. И если они уже начали искать этих послов в Африку в интернете, я думаю, с этим уже проблема. Вот ты знаешь, злые языки подейкают, чудесное украинское слово, подейкают, что нам не позволяли некие внешние силы, скажем так, наши партнеры, и не согласовывали посла украинского в Китай. Вот на такой подвесочке держали, собственно говоря, отношения Украины и Китая. Ты не исключаешь такого варианта? Нет, я не верю в эту историю, потому что я заметил, как много, оказывается, наши сейчас могут посылать нахрен весь мир. Нам со всех медийных площадок, и они говорят, что нужно сдавать бах, вот наши военные говорят, нет, мы будем держать бах. Нам говорят, давайте как-то садитесь за мир, наши заявляют, нет, мы не будем садиться за мир, потому что это наша территория. Я не верю в то, что нам могли так, настолько держать, и типа не отправляйте посла в Китай. Честно говоря, ну типа не верю. Наоборот, у нас, ну типа наоборот, нужны взаимоотношения как можно больше для того, чтобы получать выгоду и все остальное, ну дипломатическую, международную и прочее. Да, вот ты вспомнил, да, по поводу объявления, господи. Извини, пожалуйста, я оттолкаю свою псюму. Ну пока ты будешь отталкивать, я попытаюсь, да, сформулировать свой вопрос, потому что вот я не поверила, я думала, что это фей, как бы, да, что вот по объявлению начали набирать у нас послов в ряд африканских. Нет, я увидел публикацию самого Кулепы, я тоже проверил, да, так и есть. Ну, видишь, как я сначала подумала, что это все выдумки, что такого не может быть, потому что, Дим, для меня вот дипломат, это вот знаешь, дипломат, это святая святых, это на что вот всегда хочется опираться, потому что дипломаты, они всегда сглаживают углы, они ведут куларные договоренности, они работают день и ночь, чтобы, опять же, предотвращать какие-то эскалации, либо же какие-то военные уже действия, да. То есть для меня это очень, очень важные люди. И здесь, как бы, мы видим, что сегодня объявили какой-то конкурс, да, вот и ищут в интернете, скажем так, в сусеках, по сусекам-то ходят и ищут послов в ряд африканских республик, в Латинскую Америку, да, вот это тоже, неужели, вот я просто вот, да, Дим, неужели это настолько кадровый конкурс, что у нас, что у нас вот нет достойных людей на какой-то лавке запасных, или же, или же просто это какая-то показательная история со стороны нашего МИДа, что вот мы открыты, и мы, значит, как вот, да, организация по поиску новых талантов, да, Украина мает талант, вот, да, хочется сразу, или все-таки настолько вот кадровый конкурс? Значит, это ужас, что творится, это творится с 18-го, 19-го года, значит, рассказываю, как это было внутри, потому что был, считай, и в министерстве, и в Кабмине, да, ну, то есть, могу показать, значит, людей нет. Молодые, талантливые ребята, мужчины, женщины, они, значит, не хотят идти работать на государство, потому что в государство ты пришел, у тебя, во-первых, график работы, то с 8 до 6 куча внеурочного невозможно, куча неадекватных начальников, какая-то субординация, это не круто. Зарплаты там не такие уж, и вот такие огромные, знаете, это там у топ-менеджеров, там, миллионные премии, а у обычных сотрудников в министерстве, ведомстве не такие огромные зарплаты. Тебя могут вызвать в любой момент, тебя, ты находишься под статьями куча, потому что ты даешь присягу, ты где-то что-то, ну, как бы, и украсть нечего, потому что, ну, типа, что ты там, бумагу спринтера украдешь, так иногда ее не было. Да, это уже проблема. Ну, типа, это же мы говорим, смотри, мы же говорим не про, там, начальника паспортного стола, или мы не говорим про гаишника, да, или кого-то, ну, где там можно, разрешение где-то, мы говорим про чиновников, которые двигают модель, машину государства, из-за которых все это работает, принимаются законы, проверяются правила, все остальные, не у всех есть кормушка. И, да, талантливые люди, так получилось, целое поколение сейчас выросло, которые не хотят прикасаться к коррупции, просто не хотят. Ну, типа, во-первых, ну, типа, для того, чтобы, как бы, воровать нужно над систему, они не выросли в этой системе. Во-вторых, они просто не хотят к этому касаться. И получается, новых кооптаций очень мало. Теперь, чтобы занимать топ-посты, ну, не мне тебе рассказывать историю с Министерством здравоохранения, ты вела профильную передачу. Ну, там, типа, между узвязку с вакантной посадой декана, усим кафедром высунутых членами, с высунутыми членами прибудут к деканату, те, которые сильно хотят, но их лучше туда не ставят. А тех, кого бы, вроде бы, государство бы хотело, ну, с профильным образованием человека, там, по менеджменту, он не хочет, потому что он заработает до хрена в частной клинике руководителем без статьи по уголовному преследованию. То, что сейчас там с Пивоварским происходит, да, что типа нет. Прокурор просто увидел, что это так, теперь ходи по судам. Не хотят. И вот этого не хотят так много стало, что просто нет людей на всю эту машину. Просто нету этих людей. Старых мы не хотим, потому что они либо коррупционеры, либо просто устарели морально. Ну, вот просто старые уже, да, ну, вот морально. Бывает, там, человеку 60, а он молодой и прогрессивный. А бывает морально старый. А новых нет. Потому я более чем убежден, что если уже Министерство иностранных дел, ну, просто бабахнулось башкой и назначило послом соседнюю практически от нас страну, посла без опыта. Причем это же как бы, ну, это же, ну, это же не типа не Африка, это рядом, это стратегический регион, это Черноморский бассейн. Это важно. Мы назначаем туда. Это значит, что все. Нет кому, нет профессионалов, а среди тех, кто есть, нет доверия. Это колоссально. Да, вот, знаешь, сегодня стало известно, что господин Гайдай, который, да, глава Луганской... Какой из Гайдай, да, да. Да, да, да. Луганская ОВА, его отправляют послом в Казахстан. Чудесный человек, профессионал, и он стал медийно популярен, да, к сожалению, за счет войны России против Украины, так же, как и Виталий Ким, да, то есть человек публичный. Он постоянно в своих эфирах комментирует, и, ну, у меня к нему только, знаешь, вот симпатия, уважение и, да, там, признание его деятельности, спасибо. Я вот, знаешь, тоже задумалась, конечно, вот там, да, нашим профильным органам виднее, но человек уже год, да, на своей позиции, в курсе, что происходит в Луганске, да, в Луганске, на секундочку. Крайне горячий сейчас регион, крайне небезопасный, крайне влажный, и, да, человек, как по мне, да, может быть, я чего-то не знаю, очень грамотно, профессионально исполняла свои обязанности, зачем его отсылать в Казахстан послом, да, тоже, как бы, не имея дипломатического опыта, но все же почему-то, да, решили, что он там будет приемлем. Я, конечно, делом подумала, что, знаешь, идет, ну, вот опять же, не хочется, да, так думать, что идет какая-то расчистка, что ли, подготовка к выборам, да, которые нас ожидают, да, может быть. Они не ожидают, ладно, не ожидают у нас выборы. Это фантазия политтехнологов, которые хотят денег. Я, как политтехнолог, который тоже хочу зарабатывать своим интеллектуальным трудом, должен заявить, никаким выбором ничего не идет. Пока военное положение, а военное положение будет длиться достаточно продолжительное время, потому что это не, ну, не конец войне еще даже в этом году. Дай бог, чтобы она закончилась в 24-м, возможно, во втором квартале. То есть мы еще говорим о некой продолжительности этого истории. После этого, через месяц, если я не ошибаюсь, после снятия военного положения, просто представьте себе. Это, давай так, вот война закончилась, в это воскресенье, вот закончилась война. Как говорят социологи, кого бы вы выбрали, если бы выборы прошли в это воскресенье. В воскресенье закончилась война. Военное положение сразу никто не снимет. Во-первых, нужно перестроиться на Нарвейла. Во-вторых, отложенная миграция. Только ты открываешь заслон на границе, здесь социологи могут говорить по-разному. Огромнейшее количество украинских мужчин выйдет к своим женам и детям. Особенно выйдут те, у кого рабочие специальности. Это плиточники, штукатуры, столяры, сантехники, электрики, которые в Европе на вес золота. А у нас не настолько востребованные по стоимости, по деньгам. Ну, что мне объяснят, люди это хорошо понимают. Они выезжают. Потому что все это понимают, так делать не надо. Сразу никто с забора снимать не будет заслонку. Еще пару месяцев военное положение будет держаться. Может быть, даже 3-4-5 до полугода. Пока перейдется перестройка. Тут же нужно с военных администраций перевести на гражданские и все остальное. После этого, через месяц снятия военного положения, это по закону, центральная выборчая комиссия начинает оголошивать наступные выборы и подготовку до них. То есть еще полгода, ну, хотя бы даже 3 минуты, по 3 месяца это укорочить, полгода. То есть в ближайший год вообще не ждите выбора. Это нереальная история. Это фантазия. А если мы говорим о перспективе, то реально, то реально. Выборы, если война 2023-2024, то выборы могут произойти только в конце 2024-го, это если, боженька, нам в дуже поможет, а то и 2025-й. До этого никаких выборов не будет. Ни местных, ни президентских, ни парламентских. А потом будет еще решение Конституционного суда. Считать ли президенту Зеленскому срок, проведенный в военном положении, как срок? Или не считать? Потому что, ну, как бы чисто так вот, он же обещал делать, типа, обещание выполнить, но из-за войны он не смог выполнить. Значит, можно подать в Конституционный суд и посчитать, этот ли срок военного положения считывать в его каденцию или не считывать в его каденцию. И не пойми, какое решение примет Конституционный суд. Это тоже затянется весь процесс. Потому по поводу выборов в этом году забудьте. В 2024-й, только если, Боженька, сильно нам поможет, в конце 2024-го, а и то, скорее всего, это ж требащие гроши на выборы найти. Это я даже не говорю про то, что нужно. Но на рата Дима денежка всегда найдется. Не-не-не-не, в бюджете на проведение, не-не-не, погоди, не деньги у Димы Раимова достал и, типа, нет. Это деньги в бюджете. А тут важный момент, что, ну, типа, можно принять законом решение провести все выборы в один день. То есть в 2024-му весною. А если, если это в 2024-му, это если в этом году война закончится, то в чем я сомневаюсь. То есть будет единый день голосования, как в России. Ну, потому что, ну, типа, нельзя будет проводить кучу разных голосований, кучу комиссий, потому что нет столько денег. Наш избиратель будет говорить, куда вы тратите деньги, нужно дома восстанавливать. Ну, буквально надо восстанавливать. Потому, извини за такую минуту, это моя, как бы, тема, знаешь, такая история. 23-й. Забудьте никаких выборов. И все мои коллеги, которые носятся, значит, по колуарам рассказывают, что треба, наверное, это точно выборы готовиться, это точно выборы. Это все наеб для богатых. То есть это попытка развести возможных будущих кандидатов на бабки, подготовки к несуществующим выборам. Это наеб для богатых. Выборы, возможно, произойти, конец 24-го, 25-го. Я себе водички налил. Да, Дим, наливай себе водички. Я тут, да. Раз уже мы с тобой заговорили, да, вот о выборах, о всех возможных уже внутрешних очках, скажем так, я бы хотела с тобой обговорить ряд инициатив. Да, уже таким блицом мы с тобой пройдемся, уже мы с тобой финализируем. Просто у нас очень много времени заняло с тобой, это внезапная тема со сбития американского беспилотника российским самолетом. Поэтому я думаю, что тут уже мы пройдемся с тобой блицом по некоторым аспектам, которые я сама для себя выделила. Значит, Верховной Раде зарегистрировали проект заявления парламента, которым предлагается официально назвать политический режим России «Рашизма». Авторы законопроекта, естественно, «Слуги народа». Вот что такое «Рашизм» по определению авторов данного законопроекта «Слуги народа». «Рашизм» — это, цитирую, «культ силы и милитаризм, культ личности руководителя, сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения или отрицания существования других народов». Ну, смотри, простыми словами, «Рашизм» — это нацизм, только по-русски. Вот такая вот история. Еще одна инициатива, которая появилась уже в форме петиции, это обозвать Россию Московией. И более того, на эту петицию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, который дал определенное распоряжение на премьеру господину Шмагалю, чтобы проработать, изучить вот такую вот возможность. Как ты вообще относишься вот к подобным инициативам и законопроектам? Насколько они важны в контексте разрешения войны России против Украины? Слушай, ну а что еще делает действующий парламент сейчас? Ну просто, знаешь, так вот если бы так вот прям подумать. Ну вот генерирует эту историю. Смотри, значит, что касается «Рашизма». Да, пожалуйста. Можно дать такое законодательное определение, что такое «Рашизм». Можно называть тот режим путинским или «Рашизмским». Любым, как хотите. Я просто, знаешь, типа, я бы сейчас сказал бы, знаешь, там, слово на букву… Знаешь, есть на букву «П» и заканчиваются «Асы», да? Ну вот, ну типа, ну давайте назовем их так. Ну уже, ну, будет прикольнее, мне кажется. Так хотя бы ближе к теме будет. Значит, это первая часть. Что касается, ну типа, режима, оно никак не повлияет. Мы их и так понимаем, что этот… Ну вот, он может вызывать понятие, то есть это все-таки что… Ну то есть, ну давай так. Значит, культ силы, ну тут надо дорассматривать, да? Где граница этого… То есть здесь нужен политологический анализ. Вот я так себе беру этот термин, да? Культ силы, так, культ силы. Там признание и непризнание других народов. То есть, ну, признание и непризнание. В какой форме? Как государство непризнание, так, ну там, это одна история. Как этноса, это другая. Если геноцид, это в третьей истории. То есть эти моменты, они требуют глубокого политологического осмысления. Если это, ну, просто вы хотите называть их так, да пожалуйста. Ну типа, главное, чтобы это потом не встретилось через время в историческом осмыслении, что это… Я просто, Дим, знаешь, как вот, я себе как это представляю, как это должно быть. Сидит депутат, да, законотворец наш. Он сочиняет какой-то законопроект, благо своему государству, благо своих граждан. И вот, значит, придумывает его, чтобы жизнь поменялась к лучшему. Но вот эти инициативы, я не могу сама для себя найти ответа на вопрос, что эта инициатива законодательная изменит и какая ее цель. Потому что вот авторы законопроекта заявляют, что вот если проголосуется эта инициатива в парламенте, значит, ее отправят на рассмотрение в ООН. То есть они рассчитывают, что Организация объединенных наций это почитает и скажет, да, конечно, давайте теперь все называть там Россию, россиян, русских, не знаю, рашистами. Вот так вот, да. И политический режим, там, рашизмом, да, кремлевский. Просто если они хотят еще больше, как бы, вызвать какую-то ненависть или показать свою антипатию к Российской Федерации, мне кажется, что достаточно. Мы и так понимаем, что все люди, которые зашли с оружием в руках на территорию Украины, они вот на букву «П», как ты очень удачно обозначил. Зачем это прописывать именно в законодательной инициативе? Я просто, вот ты знаешь, если мы хотим каких-то осуждения международного, юридического, если мы хотим тех же репараций, вот эта инициатива поможет нам в этом? Вот я уже даже так, знаешь, размышляю. Поможет ли это, например, тем же штатам? Ну, хотя бы обозначить ЧВК «Вагнер» террористической организации? Нет, слушай, ЧВК «Вагнер» они не признают, потому что там ЧВК «Вагнер» бегает по Африке, где у Америки тоже свои контр-противостояния между Россией, Китаем и США. Там тоже свои происшествия. Смотрите, это не имеет никакого пока что смыслового содержательного процесса. Может быть, есть визионерский, типа, мы это примем, а потом пускай европейцы это примут, то есть как-то это вот обращение к этому. Если такая визия есть, я понимаю, смысл, понятие, это просто, вот, это тоже часть пропаганды. Это часть пропаганды. Внутренней и внешней на европейский, чтобы европейцы тоже ее приняли и тоже для своих избирателей тоже несли это как пропаганду, что нацизм, расшизм, фашизм, они все вместе. Если мы говорим для внутреннего потребителя, понимаю, есть смысл, понимаю. То есть есть запрос, законодательно, пожалуйста. Режим расшизмский обозначить, что с этим режимом мы дальше не ведем никаких переговоров. То есть мы законодательно фиксируем, что с расшизмским режимом, который подразумевает, что он не принимает другие народы, да, как этносы сейчас. Опять же, я хочу очень осторожно в политологических нотках. Политология – это наука, а не просто куда вырвать. Значит, мы закрываем возможность законодательно вести переговоры с расшизмским режимом. Никаких переговоров, никакого мира. То есть сценарий может быть, либо это, ну, типа, неподписанный мирный договор в итоге, как у Японии и России, и тогда Советским Союзом, да, то есть до сих пор как бы просто ничего не происходит, да, спорная территория ничего не подписывает, либо это корейский сценарий, по которому договор подписывали за Южную Корею, Соединенные Штаты Америки. С той стороны там Северная Корея, а с этой стороны Соединенные Штаты Америки. Это вопрос. Ну, просто, когда мы такое принимаем, давайте понимать юридические последствия. Ну, то есть президент уже будет, как законопослухняный громадянин, институт не может далі вести политичных якихось перемовин с расшизмским режимом. Закрываем юридические законодательства. Есть указ президента, никаких переговоров с руководством Российской Федерации? Есть слова президента, по которому он не будет вести... Я помню, есть указ, есть указ. Смотри, что мы не ведем переговоры. Значит, если, вот, я не готов тебе сказать, есть ли указ или нет, могло пройти мимо меня, но указ можно отменить. А закон ты попробуй отменить. Это другая история. Це треба внести змины в діючий закон. Скасувати закон. Не так уже просто. Тут нужно понимать этот момент. Потому, потому, тут начинается очень интересное движение. Я думаю, вообще-то такую свинью президенту подкладывать. Потому что ему нужно будет это подписать. Если это проголосовать, ему надо будет это подписать. А если он это не подпишет, тут начнется. Шо вы, пане президенты, на Россию работаете шо ли? Че шо вы? Не хотите их признать? А если подпишет, то... Отлично спародировал Петра Алексеевича, Дим. Ну, типа, ну, условно... Прости, Господи, никогда даже не могу такого себе представить, чтобы я пародировал. А если подпишет, будет действовать в законодательной рамке, а потом сложно будет по чем-то как-то, да, где-то выруливать. Тогда уже другие сценарии. Если мы сами себя подпираем к стенке, ну, то окей. Типа, мы не ведем переговоры. Я понимаю, почему. Я понимаю, почему мы добиваемся выдворения российского оккупанта с нашей территории. Но Россия же не пропадет с нашей границы. Что-то придется же потом как-то коммуницировать. Как-то шо-то делать. Ну, типа, это тоже сценарий. Если президента хотят так подставить, я понимаю. Я тогда понимаю, что это подпирание президента в его маневре. И тогда действительно, мы сейчас, если он не подпишет этот закон, он создаст внутреполитическую дисфункцию и напряжение. Ну, мы не можем. Поэтому вариантов, может быть, много. Да, почему так произошло? И почему появился такой законопроект? Может быть, то, что ты сказал? Да, может быть. А может быть, просто какие-то комплексы? Ты знаешь, когда вот люди... А можно я еще предположу один вариант? Да. Просто не надо забивать хер на парламент. Ну, хоть уже хоть как-то. Депутаты уже хоть как-то пытаются достучаться. Их же ж никто ни во что не ставит. Они могут только голосовать. У них нет никакой деятельности. Им не разрешают выезжать. У них не работают группы со дружества между другими странами, чтобы получать хоть какую-то помощь по внешнеполитическому вектору. У них вообще никаких функций, даже контролирующих, уже нет, как мы поняли по скандалу с Украпром-промом. Они уже хоть как-то могут добиваться. Ну, типа, президента, зверни хоть что-то, пусть на нас увалуй. Не надо забивать на парламентализм и на парламент. И тогда, может быть, таких законопроектов не будет. Вот я такую историю предположу. Что можно принять такую дичь, чтобы уже хоть точно начали воспринимать хоть как-то, что типа мы тут есть. Это, знаешь, в нашей стране себе найгирше відчувает таки парламент. Потому что вот поле пустого места в стране сейчас не существует. 420, если не ошибаюсь, чуть меньше уже, людей, которые никто. Вот до хрена колоссальная ответственность, до хрена уголовной ответственности. Куча органов за тобой бегают, как за последним вором. Ты несешь всю полноту ответственности, потому что, ну, все, за тобой все следят. Тебя слушают, и они знают об этом, что их слушают. Над тобой столько висит, а ты ни хера не можешь. Ты чего? Да, Дим, я благодарна тебе за эту эмоциональность. Я бы тоже, скажем, не давала бы такую характеристику, но не обобщала бы, я уверена, есть достойные люди, которые пытаются что-то делать. Но факт остается фактом. Я называл про парламентаризм. Смотри, я не казался про отдельных депутатов, которые там привозят гуманитарку или спасают людей. Я говорю про парламентаризм. Нет более пустого места в нашей стране, чем парламент. Да, да, как вот субстанцию, правильно. Значит, я, видишь, как сегодня абсолютно мы с тобой практически не идем по моей повестке, которую я обозначила, потому что вот все оно катится. Мы с тобой финализируем, но опять же неожиданная история. Я вот сама только, да, в процессе нашего разговора поняла, что не могу об этом не сказать, потому что мы с тобой заговорили и про важность депутатов, да, и что есть пустующие лавки, скажем так, большой кадровый голод, но вот не все, да, люди цураются, скажем так, так вот и депутатского мандата и чиновнических каких-то перспектив. Я не люблю вот этой желтизны, но все-таки сейчас в интернете курсирует, скажем так, аудиоразговор с голосом, похожим на Николая Тищенко, который планирует, скажем так, политический, что ли, захват или заход в Министерство экологии, и там позаработать себе, скажем так, обозначенная сумма 200 миллионов долларов, и это по словам человека, голос которого похож на Николая Тищенко, говорит, что это ему хватит до конца жизни, можно где-то спрятаться в азиатских странах и там, собственно говоря, себе безбедно жить. Скажи, пожалуйста, вот, да, ты крутился в этих министерских кругах, реально ли заработать вот на министерском... 200 миллионов в 2020-х годах? Никогда. Мне жалко тогда этого человека, который фигурировал на данный аудио. Нет, слушайте, давайте так. Времена золотой украинской коррупции. Это года 2002-й, 2012-й, даже 2013-й. Это золотой век украинской коррупции. Когда в стране было денег от стока, когда можно было воровать не из последнего, а из заработка, то есть при Кучме все шло хорошо наверх, экономика росла, экономический рост, и Ющенко перехватил этот процесс экономического роста, роста ВВП и денег. Когда можно было поднять пенсию, построить дорогу на этом спижино-шото, но типа незаметно, то есть воровали не из убытков, а воровали из прибыли. Соответственно, нарабатывали себе огромнейшие капиталы, колоссальнейшие люди, типа судьи и многие другие. И они были очень богатыми и до сих пор остаются богатыми на старых капиталах людьми. 2013-й год – это последний год золотой украинской коррупции. Это просто, извини, что такой короткий эксус, чтобы было понятно. Значит, надеюсь, не зануджу, как преподаватель в данном случае. Значит, последний год золотой коррупции в стране, потому что, если вы помните, были такие огромные люди, Новый Рефетис, Новодонецкие, да, типа Младодонецкие, куча дорогих ресторанов, дорогие машины. Там бы и Курченко такой был, все уже забыли, что он существовал. Это был мега богатейший человек. Они там покупали за сотни миллионов… Курченко, да? Они покупали за сотни миллионов долларов украинский медиахолдинг. Кто-то помнит такую историю, да? Колоссальные бабки в 2014 году. И таких денег уже больше не было. Потом уже пошли эти антикоррупционные органы. Одни, другие, пятые. Оно уже обмельчало. Уже те, которые были мега-коррупционерами, они уже ушли на покой. На их место пришли те, которые завязывали им шнурки. И, соответственно, это уже другой уровень коррупции. Это что касается 2020-х годов. Заработать 200 миллионов на коррупции, просто забудьте, это невозможно. Во-вторых, просто, ну, типа, я не знаю, был ли разговор у Коли Тищенко такой. Нет, я… История с его поездкой на… Нет, куда он там ездил? На Таиланде? Да, да, да. Это реальная подстава его лично. Коля очень… Николай, простите, мы не знакомы лично. Мы же так говорим, что наблюдение, знаешь, это как образ его. Он, как я уже потом восстановил, я же специалист по кризисам, мне стало интересно восстановить последовательность этих действий. Действительно была встреча, где им депутатам сказали, настраивайте, налаживайте связи с иностранными государствами для помощи. Тищенко такой сердобольный, и это его окружение об этом говорит, независимые источники мои. Говорит, он так рванул, да, буду это… Ну, он такой, типа, буду делать, буду помогать. Он думал, что он там сейчас много чего сделает. Он реально попёрся туда в понимании, что он сейчас будет помогать, потому что он находится в группе содружества по этой стране. Ну, просто в какой-то момент оно зрубилось, как всегда, через одно место. Потому когда речь идёт о каких-то таких коррупционных вещах, то его голос, не то его голос, на него много липнет. Просто иногда бывает по-человеческой глупости. Но по поводу таких денег, ну, вот таких, просто вот таких. Да, диван. Ироки закинчились. И кто себе представляет, на этом остановлюсь, кто себе представляет пойти в государственный сектор и стать влиятельным, богатым человеком, которых мы видели, да, там, прошлые десятилетия, мы думали, ну, это же круто быть депутатом. Всё. Этого больше нет. Весь политический рынок уже давно не такой. Коррупция стала намного мельче. И, соответственно, с падением экономики этого ещё будет меньше. Потому я думаю, что мы её в итоге просто изживём как вид. Она останется где-то на верхних пластах. А бытовая и какая-то такая она просто изживётся. Потому мы двигаемся через кризис, мы двигаемся в такую штуку. Да, Дим, ну, в любом случае, мы желаем удачи Николаю Тищенко на тайванских или тайландских площадках всевозможных. И будем надеяться, что всё-таки наши доблестные чиновники думают больше, как победить в этой ужасной войне, а не как обогатиться. Дим, я тебе благодарна. Да, друзья, ещё раз... Ещё раз приглашаю. Поставьте всевозможные лайки и одобрения всем социальным сетям Дмитрия Араимова. Мы все ссылочки бросим под этим видео. Обязательно поставьте лайк нам с Димой и подпишитесь на этот YouTube-канал. А также хочу прононсировать, что уже в четверг вечером в 19.00 по Киеву мы встречаемся здесь же с Василием Опасовым, с Михаилом Чаплыгой. Тоже ряд важнейших тем. и, как всегда, эмоциональность Михаила. Я думаю, что Вам будут доподобы, как то кажуть. Дим, благодарна. Друзья, всем прекрасного вечера. Игорь Негода.